Мы продолжим говорить о спряжениях глаголов. Сегодня поговорим о втором спряжении. Мы с вами говорили о третьем спряжении и четвертом спряжении. К ним относились глаголы на АЧ. К четвертому спряжению 5 глаголов всего. Сейчас поговорим о втором спряжении. В чем здесь особенность? Ко второму спряжению относятся глаголы на ИЧ, ИЧ, например, УЧИЧ, МУВИЧ. Также некоторые глаголы на ЭЧ и некоторые глаголы на АЧ. Давайте прочтем глаголы, которые предлагает учебник. МЫШЛЕЧ. ДУМАТЬ. Я МЫШЛЕ. И обратите внимание, что во втором спряжении, когда мы говорим Я, окончание у глагола ЭЗ ОГОНКЕ. Когда мы говорим ТЫ, окончание будет ИШ, ИШ. Собственно, как заканчиваются глаголы на ИЧ, ИЧ. Некоторые глаголы на ЭЧ будут окончания, когда мы говорим ТЫ ИШ, ИШ. Итак, читаем глагол УЧИЧ. Как изменяется? Я УЧЕ, ТЫ УЧИШЬ, ОН ОНА ОНО УЧИ, МЫ УЧИМЫ, ВЫ УЧИЧЕ, ОНИ ОНА УЧУМ. Есть также глагол УЧИЧЕ, УЧИТСЯ, УЧИТСЯ, УЧИТЬ, УЧИТЬ, УЧИТЬ кого-то, УЧИТСЯ, УЧИТСЯ самому. МУВИЧЬ ГОВОРИТЬ Я МУВИЧЬ, ТЫ МУВИШЬ, ОН ОНА ОНО ПАН ПАНИ МУВИ, МЫ МУВИМЫ, ВЫ МУВИЧЕ, ОНИ ОНЫ, ПАНОВИ, ПАНИ, ПАНИ, ПАНЬСТВО МУВИМ. Часовник ЛЮБИЧЬ, глагол ЛЮБИТЬ. Повторяйте также вслух. Я ЛЮБЯ, ТЫ ЛЮБИШЬ, ОН ОНА ЛЮБИ, МЫ ЛЮБИМЫ, ВЫ ЛЮБІЧЕ, ОНИ ОНЕ ЛЮБЮМ. Часовник КОНЬЧИЧЬ, глагол АКОНЧИТЬ, КОНЧИТЬ, ЗАКОНЧИТЬ. Я КОНЧЕ, ТЫ КОНЧИШЬ, ОН ОНА КОНЧИ, МЫ КОНЧИМЫ, ВЫ КОНЧИЧЕ, ОНИ ОНЕ КОНЧУМ. Часовник ТАНЧИЧЬ, ТАНЦЫВАТЬ. Я ТАНЧЧЕ, ТЫ ТАНЧИШЬ, ОН ОНА ТАНЧИ, МЫ ТАНЧИМЫ, ВЫ ТАНЧИЧЕ, ОНИ ОНЕ ТАНЧУМ. НЕМНОЖЕЧКО ВСПОМНИМ, МЫ ГОВОРИЛИ НЕ ТАК ДАВНО О ТРЕТЬЕМ И ЧЕТВЕРТОМ СПОРЯЖЕНИЯ, В НИХ ГЛАГОЛЫ ОКАНЧИВАЛИСЬ НА АЧ, И МЫ ВЫЧЕРКИВАЛИ ЧЬ, ДОБАВЛЯЛИ НУЖНОЕ ОКОНЧАНИЕ, КОГДА МЫ ГОВОРИЛИ Я, БЫЛО ОКОНЧАНИЕМ МЫ, ТО ВО ВТОРОМ СПОРЯЖЕНИЕ, КАК И В ПЕРОМ, КОТОРОЕ МЫ ЧУТЬ ПОЗЕ БУДЕМ ТАКЖЕ ИЗУЧАТЬ, КОГДА МЫ ГОВОРИМ Я, ОКОНЧАНИЕ У ГЛАГОЛА БУДЕТ ЭЗ ОГОНКИМ. ДАВАЙТЕ ПОЙДЁМ В УПРОЖНЕНИЕ И ПОТРЕНИРУЕМСЯ. ЗДЕСЬ У НАС ДАНЫ ГЛАГОЛ В СКОБОЧКАХ, И ТАКЖЕ В СКОБОЧКАХ ИЛИ НЕ В СКОБОЧКАХ НАПИСАНО, О КОМ ИДЮТ РЕЧЬ, МЕСТОИМЕНИЕ. И НАМ НУЖНО И СКОБОК ДОСТАВЬ ГЛАГОЛ И ПОСТАВИТЬ В НУЖНУЮ ФОРМУ. ВИДИМ МЫ, ВСЕГДА, КОГДА У НАС ЕСТЬ МЫ, ТО В ГЛАГОЛЕ ОКОНЧАНИЕ ТАКЖЕ БУДЕТ МЫ, НЕЗАВИСИМО, КАКОЕ-ТО СПОРЯЖЕНИЕ. И МЫ СКАЖЕМ УЧИМ ИЩЕ ЯНЗЫКО ПОЛЬСКЕГУ, МЫ УЧИМСЯ ПОЛЬСКОМУ ЯЗЫКУ. Следующий глагол МЫШЛЕЧ, ДУМАТЬ, И ВИДИМ Я. ЗНАЧИТ, ВЫЧЕРКИВАМ ЭЧ, ДОБАВЛЯЕМ НУЖНОЕ ОКОНЧАНИЕ, ЭЗ ОГОНКЕМ, И ГОВОРИМ, МЫШЛЕ, ЖИ ОН ЕСТЬ СИМПАТИЧНУ. Я ДУМАЮ, ЧТО ОН СИМПАТИЧНЫЙ. ОНА, КАК ПРАВИЛО, ЭТО ЛИБО ОКОНЧАНИЕ И ОСТАЁТСЯ, ЛИБО НУЛЕВОЕ ОКОНЧАНИЕ. ЗНАЧИТ, ВЫЧЕРКИВАМ ЧИ И ГОВОРИМ ОНА ЛЮБИ ХИШПАНСКЕ КИНО, ОНА ЛЮБИТ ИСПАНСКОЕ КИНО. ОН, И ГЛАГОЛ КОНЧИЧ, ЗАКОНЧИТЬ, ОН КОНЧИ, ВЫЧЕРКИВАМ ЧИ, ОН КОНЧИ, ПИСАЧ. ДАЛЬШЕ, ТЫ, И ГЛАГОЛ ПАЛИЧ, КУРИТЬ, ЧИ ТЫ ПАЛИШ, ЧИ, ВЫЧЕРКИВАЕМ, СТАВИМ ОКОНЧАНИЕ ШИ. ЧИ ТЫ ПАЛИШЬ, ТЫ КУРИШЬ, СЛЕДЮЩЕ ПРИДЛОЖЕНИЕ ОНЕ, И ЧАСОВНИК ЛЮБИЧ, ЛЮБИТЬ, ОНЕ ЛЮБИОМ ПИЦЦЕ, МЫ ВИДИМ, ОНИ ОНЕ, ОКОНЧАНИЕ ОН У ГЛАГОЛАХ, ОНЕ ЛЮБИОМ ПИЦЦЕ, ОНИ ЛЮБИТ ПИЦЮ. ПАНИ ЗОЩЯ, ТО ОНА, И ЧАСОВНИК ТАНЬШИЧ, ТАНСЫВАЦЬ, ПАНИ ЗОЩЯ ДОБЖЕ ТАНЬШИ, БЕЗ ЧИ, ЧИ ВЫЧЕРКНУЛИ, ОСТАЮТЬСЯ ОСНОВА СЛОВА, САЛЬСЫ, ПАНИ ЗОЩЯ ДОБЖЕ ТАНЬШИ САЛЬСЫ, ПАНИ ЗОСЯ ХАРАШО ТАНЦУЕТ САЛЬСУ. ОНИ, И ЧАСОВНИК ПАЛИЧ, ОНИ НЕ ПАЛЮМ, ЧИ, ВЫБРАСЫВАЕМ, ОСТАЁТСЯ У НАС АЗ ОГОНКЕМ, ОНИ НЕ ПАЛЮМ, БЕЗ БУКОВКИ И, ТАГЖЕ ПОТОМУ ЧТО ЛЕ, САМА МЯГКАЯ БУКОВКА. СЛЕДУЮЩИЙ ГЛАГОЛ ГАВАРИТЬ, ЧАСОВНИК МУВИЧ, И МЕСТОИМЕНИЯ ВЫ, КОГДА МЫ ГАВАРИМ ВЫ, ВСЕГДА В ГЛАГОЛАХ БУЕТ ОКОНЧАНИЕ ЧЕ, НЕЗАВИСИМО О СПРЕЖЕНИЯ. ЧИ ВЫ ДОБЖЕ МУВИЧЕ ПО-ПОЛЬСКУ? ЧИ ВЫ ДОБЖЕ МУВИЧЕ ПО-ПОЛЬСКУ? ВЫ ХАРАШО ГАВАРИТЕ ПО-ПОЛЬСКИ. Я И ЧАСОВНИК ЧЕШИТЬЩЕ, РАДЫВАЦСЯ. И МЫ СКАЖЕМ ЧЕШИЩЕ ЖЕ ЕСТЕМ В ПОЛЬСЦЕ. ВЫЧЕРКИВАЮ ИЧ, ДОБАВЛЯЕМ ЭЗ ОГОНКЕМ. ЧЕШИЩЕ ЖЕ ЕСТЕМ В ПОЛЬСЦЕ. Я РАДЫ, ИЛИ Я РАДЫ, ЧТО Я В ПОЛЬСЦЕ. МЕСТОИМЕНИЯ ТЫ И ЧАСОВНИК ТАНЧИЧ, ТАНЦЫВАТЬ. КГДА ТЫ, ЗАЧТ ОКОНЧАНИЕ Ш. ЧИ ТАНЧИШЬ ТАНГО? ТЫ ТАНЦУЕШЬ ТАНГО? УПРАЖНЕНИЕ НОМЕР ТРИ. НАМ НУЖНО ЗДЕЙ СЛОЖИТЬ ДОМИНО. НО, МЫ С ВАМИ ПРОЧТЁМ УЖЕ СЛОЖЕННОЕ ДОМИНО. ЯК МАШ НА ИМЯ? МАМ НА ИМЯ МАРТА. НЕМНОЖечКО ПОВТОРЕНИЕ. КАК ТВОЕ ИМЯ? МОЕ ИМЯ МАРТА. ЧО СВЫХАЧ? ДЖЕНКУЕ ВШИСТКО ПОЖЕНТКУ. КАК ДЕЛА? СПАСИБО, ВСЕ ХОРОШО, ВСЕ В ПОРЯДКЕ. ЯКИ МАШ АДРЕС МАЙЛОВЫ. КАКОЙ У ТЕБЯ ЭММАЙЛ АДРЕС? Марта.НОВАК МАУПА ВП.ПЛ. СОБАЧКА. В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ НАЗЫВАЕТСЯ МАУПА. МАУПА ОЗНАЧАЕТ ОБЕЗЬЯНА. То есть, говорит, обезьяна, не собачка, но обезьянка. Точка, кропка. И таким образом потренируйтесь, пожалуйста, произносить вслух ваше название, эмейл-адреса. ГДЖЕ МЕШКАШЬ? ГДЕ ЖДЫ ЖИВЕШЬ? МЕШКАМ В КРАКОВЕ. Я ЖИВУ В КРАКОВЕ. СКОНД ЕСТЕШЬ? ОТКУДА ТЫ? ЕСТЕМ С ПОЛЬСКИ. Я ИЗ ПОЛЬШИ. Я КЩЕ НАЗЫВАШЬ? КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? НАЗЫВАМЩЕ МАРТА НОВАК. МЕНЯ ЗОВУТ МАРТА НОВАК. Немного больше поговорим про всякие интернет-ресурсы и прочтём табличку. Читаем пока глаголы. ЗАКВАДАМ – ЗАКВАДАШЬ? Я РЕГИСТРИРУЮ, ТЫ РЕГИСТРИРУЕШЬ? ПРОВАДЗЕ – ПРОВАДЖИШЬ? Я ВЕДУ, ТЫ ВЕДЁШЬ? Что можно регистрировать или ввести? Например, КОНТО – АКАУНТ, ПРОФИЛЬ – СТРАНИЦУ, БЛОГ – БЛОГ. ВСТАВИМ – ВСТАВЯШЬ? Я ВСТАВЛЯЮ или Я ЗАГРУЖАЮ? ТЫ ВСТАВЛЯЕШЬ, ЗАГРУЖАЕШЬ? КОМЕНТУЕШЬ? Я КОМЕНТИРУЮ, ТЫ КОМЕНТИРУЕШЬ? ПИШЕ – ПИШЕШЬ? Я ПИШУ, ТЫ ПИШЕШЬ? ИТАК, ЧТО МОЖНО ВСТАВЛЯТЬ, ЗАГРУЖАТЬ, КОМЕНТИРУВАТЬ ИЛИ ПИСАТЬ? СДЪЕНЧЕ – ФОТОГРАФИЮ, СНИМОК, АРТЫКУ – СТАТЬЮ, СТАТЬЯ, КОМЕНТАЖ – КОМЕНТАРИЙ, ОПИНИЯ – ОТЗЫВ, РОЗМАВЯМ – РОЗМАВЯШЬ? Я РАЗГОВАРИВАЮ, ТЫ РАЗГОВАРИВАЮШЬ? ГДЕ МЫ МОЖНО ВСЁ ЭТО ДЕЛАТЬ? НА ПОРТАЛУ СПОВАЧНОЩОВЫМ В СОЦАЛЬНЕЙ СЕТИ, НА СТРОНЕ ИНТЕРНЕТОВЫЙ, НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ, НА ИНТЕРНЕТ САЙТЕ, НА ПРОФИЛЮ, НА СТРАНИЦЕ, НА ПРОФИЛІ, НА БЛОГУ, В БЛОГЕ, НА ЧАЧЕ, В ЧАТЕ. Так же мы уже знаем, что МАУПА – это СОБАЧКА, ТОЧКА – это КРОПКА, но так же часто в названиях e-mail адресов появляется тире или дефис и так же нижнее подчеркивание. Так вот тире – мышленник, мышленник, дефис – лоншник, лоншник, нижнее подчеркивание, такой нижний слэш, чаще всего говорят дольнокрэска, также можно услышать дольное подкрэшление, реже можно услышать дольный мышленник, дольный лоншник, чаще всего дольнокрэска. И прочтём несколько примеров закладам конту на порталу ВК. Я регистрирую аккаунт на профиле на странице ВКонтакте. Чэнсто розмавям с коллегами на чаче. Я часто разговариваю со знакомыми в чате. Любя коментовачь вздьенча, пшиячу на инстаграме. Любя коментовачь вздьенча. Я люблю комментировать снимки, фотографии друзей в инстаграме. Пётр пише коментажи на моем профиле. Пётр пишет комментарии на моей странице, на моём профиле. Коментую артику на странице. Я комментирую статью на интернет-странице, на интернет-сайте. Ставям вздьенча на моем блогу. Я загружаю, вставляю снимок, фотографию на моём блоге, в моём блоге. Провадзе блог о моде. Я веду блог о моде. Маш файне здьенче профилове. У тебя классная фотография на профиле. То есть ты имеешь классный снимок на странице, на профиле у себя. Можете, пожалуйста, в комментариях написать, где маче конто, в яких порталах споучностчовых. Можете написать, чи коментуете сдьенча где-ш, не знаю, на инстаграме, чи где-ш еще. Чи может кто-сь з вас проводит блог о чем-ш. Не знаю о чем-ш. Ну то прошу написать в комментариях. Спасибо. Спасибо.